Региональный центр региона Лука Центр и не центр Все вместе Ну и конечно наша прогулка по стене по крепостной Какая красота сегодня Замечательно Хороший день Мы раздеты Итак, дорогие мои Хочу вам с вами поделиться видами Такой красивой дороги Потому что мы сначала ехали в Луку Именно по автостраде Ну и конечно здесь панорамы Тосканы необыкновенные Конечно, что у меня получилось, что нет Но я пыталась вам передать эту красоту Именно весеннюю Потому что сейчас очень-очень Вот и кастеллу мы проезжаем Это дворец такой Не знаю, заброшенный или нет Короче, здесь очень много сейчас цветет белой акации Захватила я ее или нет, я не знаю Но пыталась, пыталась, пыталась Показать вам такую красоту Весеннюю зелень И все цветущее по этой замечательной дороге Ну и конечно, некоторые домики здесь тоже встречаются Кажется, что мы едем медленно Но Венченцы ехал 95 км в час Но здесь вот ограничение скорости Потому что дорогу ремонтируют Но конечно, эти горы и эта зелень Это завораживает, дорогие мои Я так люблю эту дорогу И когда я езжу, я наслаждаюсь Этими видами замечательными И вот мы уже приехали в Луку Здесь мы платим за автостраду Мы заплатили всего 1 евро 20 копеек Потому что здесь недалеко И мы уже тут вот едем по дороге По дороге в Луку Итак, дорогие мои, я хотела с вами поделиться Немного истории этого города Итак, город Лука расположен в регионе Тоскана И он полностью окружен крепостной стеной Вот, которую сейчас я вам показываю И привлекает туристов именно средневековой атмосферой Луку часто называют городом башен и церквей Основателями Луки, скорее всего, были лигуры Название Лука произошло от слова Лук Лук – болотистая местность В 3 веке до н.э. Лук пришли римляне И город стал одним из крупнейших военных лагерей Римской империи В античные времена Лука знаменита тем Что здесь произошла встреча участникам Триумфиата Цезаря, Краса и Помпея В те времена он был богатый и крупный город В 13 веке Лука стала крупнейшим торговым центром Европы И с 1440 года во главе местной синьореи Находился Паулом Гуинджи В это время Лука достигла своего рассвета Но после смерти Гуинджи стала рядовым городом Город окружен оборонительным кольцом Величественными городскими стенами Протяженность которых составляет аж 4,2 км Возводилась стена в 16 и 17 веках Это единственный город в Италии полностью окружен стенами Которые защищали город от наводнений В начале 19 века архитектор Лоренцо Наттулини превратил стены в широкий бульвар Засаженный в несколько рядов великолепными платанами Ну и конечно каштанами По периметру стены расположены 11 бастионов Различных форм и размеров Два из них называемые Торионы Ди Бастардо и бастион Сан-Мартино Сохранились до наших дней В том виде, в котором они были построены в 16 веке От железнодорожной станции Если мы пройдем по Виале Реджино-Маргарите Влево до Палацу Реджеременту Здесь расположены самые старые из трех ворот Порта Сан-Пьетро 1565-1566 год Это единственные ворота, в которые в Луку позволяли въезжать иностранцам И они выполняли функцию паспортного и таможенного контроля На площади Наполеона, пьянца Наполеона Вот под которой я сейчас как раз иду Находится Герковский народный дворец Палаццо Публика Вот с левой стороны он сейчас находится Дворец, в котором жила Елизавета Бонапарт Сестра Наполеона Бонапарта с супругом Был выстроен архитектором Бартоломею Аманатти В 1578-1582 годах И перестроен в XVIII-XIX веке Во дворце располагается старинная библиотека и картинная галерея И в соседнем особняке Манси-Палацци также находится картинная галерея В Луке улицы, идущие с севера на юг, вея Чинами и вея Филунго и также вея Сан-Паулино Вея Рома и так далее С запада на восток разделяют Луку на четыре части И вблизи их пересечения образовывается квадратная площадь Каструм или Форум Или площадь Сан-Микеле, на которую сейчас мы с вами тоже и пойдем Пока мы сейчас с вами находимся на пьяце Наполеона Ну и немного покажу вам витрины Вот здесь мне понравилась витрина такой Армании Какие-то вот сумочки, какие-то платьишки, джинсики Просто я показала вам немного ценники Ну и, конечно, сувенир Сувениры здесь тоже, тоже полно Ну и по этой же улице мы идем как раз именно на площадь, где расположен Ну это я вот такой обед у меня сегодня Пока еще на пьяце Наполеона И приближаемся мы к площади Сан-Микеле Церковь, вот она, построена на месте древнеримского форума в 17 веке Форма собора копирует форму большого корабля Кайма, которая поддерживается арками на монолитных колоннах из мрамора Внешняя сторона церкви охарактеризована высоким фасадом Украшенным в мраморной статуе Архангела Михаила Говорят, кольцо, надетое на его палец Инкрустирован самый настоящий бриллиант Подарок преданного прихожанина И действительно, когда над городом опускаются сумерки То можно заметить необычно яркую светящую точку Ну и немножечко пройдемся по этим замечательным улочкам Потому что мне они очень нравятся Больше достопримечательностей в Луке Я вам не буду нагромождать Потому что их очень-очень много Сейчас мы тоже пройдемся на вот эту стену крепостную И вот здесь вот магазинчики, которые сейчас уже новые, так сказать, хозяева Они просто оставили те, которые были Вот здесь вот картавели и данты Здесь, то есть, была такая вот лавка, где продавались открытки Но сейчас это такое А сейчас потихоньку, умаленьку мы забираемся на крепостную стену Потому что посмотрите, какая красота Ну и, конечно, я красота И то, что я забираюсь по этой замечательной стене Как вы видите, здесь есть маленькие дорожки Которым можно забраться и спуститься со стены И есть большие дорожки По которым тоже можно забраться и спуститься со стены Сначала можно было по этой стене и на машинах ездить Но сейчас только можно ходить либо пешком, либо на велосипеде И либо бегом бегать Поэтому мне это очень нравится Широкая стена И, конечно, конечно, это замечательная аллея Посмотрите, какая красота Здесь замечательно чистый воздух Замечательно красивая панорама Открывается здесь и горы И можно смотреть и справа, и слева То есть сначала город был внутри кропостной стены Потом он начал разрастаться И за стеной начал Ну и пока мы ходим по этой замечательной стене Конечно, я вам показываю достопримечательности Немного луки Какие там, какие интересные Всякие балкончики Какие интересные строения Ну и, конечно, людей, которые ходят Сегодня замечательный, хороший день Посмотрите, какие террасы там интересные есть Ну и, конечно, люди сегодня все раздетые Мы сначала были в маленьких кофточках Но потом их тоже сняли Как видите, дети на велосипедах тоже все раздетые Замечательно солнечный день Температура на градуснике показывает 22 градуса И мы просто захватили хорошую погоду Потому что потом уже, когда ехали домой Уже начался капкар дождик А как только приехали домой Он уже усилился Нам повезло Нам просто повезло И вот это вот замечательные каштаны Которые цветут именно вот в это время Когда цветут каштаны Я люблю ездить сюда Вот именно пройтись по этой крепостной Замечательной стене Это чудо Мы один кустик потом Венченцо мне сорвал Мне это было приятно Потому что я встретилась на парковке С одной женщиной И вот это тоже Это все находится, дорогие мои И вот этот ресторан красивый И вот эта площадь Это все находится на крепостной стене Очень замечательная Очень красивая архитектура, конечно Мне все это нравится Особенно вот я еще раз говорю Вот в это время, когда цветут каштаны Когда еще не лето Когда не нужно ходить на море Когда можно вот именно погулять Когда не жарко и не холодно Именно тепло Именно тепло и красиво И цветут каштаны И вот это вообще замечательный период И сегодня, конечно, впервые Я имею в виду Вот это мне тоже нравится место С этими фонтанами Замечательно красивое Я имею в виду Как вы заметили Сегодня открыты рестораны и бары На улице То есть столики поставлены все на улицу Потому что это первый выходной Первые субботы и воскресенья Когда можно Можно спокойно поесть в ресторане Вот какие каштаны замечательные Можно поесть в ресторане Пусть даже на открытом пространстве На открытом пространстве, дорогие мои Это наслаждение Потому что погода замечательная Посмотрите, сколько народу в ресторане сидят Конечно, обеденное время Я свой обед уже съела Такую большую панино Как я вам уже показывала Это было супер Там было моцарелла Помидоры и салат Очень это было вкусно Я наелась Очень это было вкусно А Винченце не стал Потому что Ну вот памятники архитектуры Которые я немного смогла вам показать Конечно, город Если пройтись по всей стене Можно сделать огромный обзор Он очень красивый и исторический И замечательный Вот еще одна арка Тоже на этой крепостной стене Находится все И дома старые Мы с Винченцем восхищались Все-таки этой архитектурой Потому что, как они говорят Секули, нель секули Века на века Это было построено И до сих пор Это все сохранилось Потому что все дома Были построены из мрамора Ну, конечно, некоторые Уже сейчас состарились И какие-то облицовки И вот отсюда Я вам хотела показать Эту башню Это башня Кафедрального собора Собор Сан-Мартину Или Дому Ди Сан-Мартину Которая была построена В 16 веке Конечно, до него Мы сегодня не дошли Но это первый храм Посвященный Святому Мартину Собор Несколько раз Перестраивался Современный облик Он приобрел В 17 Нет В 7 В 8 веках И фасад Кафедрального собора Луки Превосходный И привлекательный Примет Романской школы Пизанской Луканской Архитектуры Ну и вот такие Магазинчики Конечно, я не могла Не обойти И показать вам Какие сувениры Всякие разные Здесь есть И всякие Разные террасы Потому что Конечно Очень любят Здесь Делать такие террасы И обедать Именно Именно Вот на улице На улице Под зонтиками Но пока еще Без зонтиков Можно Пока дождя не было Но это здорово Потому что Воздух Одуряющий Именно кислород Кислород Прям вот Хочется дышать Дышать И еще раз Дышать Ну и конечно Народ С удовольствием Сегодня гуляет И ездит Видите как И на велосипеде Полиция была Одна машина Только проехала Но это чисто символически Я думаю Что это уже Никого Не интересует Полиция Когда она ездит Некоторые ходят Без масок Но их Меньше Чем Тех Которые ходят В масках Потому что Народ Я как говорила Уже В Луке Именно Такой Послушный И не только В Луке Во всей Италии В общем Такая у нас Получилась Прогулка Сегодня Замечательная Замечательная прогулка Вот Винченци Мне сорвал каштан Потому что Очень мне захотелось Когда я увидела Этой женщины Мы с ней Немножко на парковке Поговорили И обменялись Впечатлениями Она тоже в восторге От этого запаха От восторги От этой красоты Когда цветут каштаны Вот на этой крепостной стене Лукези И она сказала Что там еще один сад Какой-то открыт Но мы до него Сегодня не дошли Потому что Нам было лень Немного погуляли Немного отдохнули Но чтобы все Это было приятно И так Конечно Очень многие Берут вот такие Велосипедики В прокат Мы решили В следующий раз Тоже его взять А вот этот Мне понравилось То что Ему надоело Уже на велосипеде Гонять И он бежит себе Велосипед вперед А он за ним бежит Типа В общем Надоело ему На велосипеде Тоже кататься Замечательно Красивые люди И замечательно Красивые у нас получилась Сегодня прогулка Обожаю Луку Обожаю Потому что Еще и с Микеле Мы здесь жили Почти год Почти год Снимали там квартиру И я работала Вот как я уже говорила В Бенабье Спускалась к нему сюда И мы тусовали Поэтому мне это Очень нравится Ну и конечно Люблю Люблю этот город Потому что Всю стену Я обошла И сверху И внутри Луки Конечно Я ее знаю Практически Чуть ли не на зубок Мне это нравится Сейчас мы находимся На Пиаце Верде И вот этот Порто Санта Анна В который мы вошли И порто Это значит Типа ворота Или дверь Через которую мы вошли И через которую Мы выезжаем Здесь Как вы заметили Несколько Таких вот Таких вот Въездов Порты И каждый Имеет свое Название Все Мы едем Домой Мои дорогие Ну и конечно Поделилась с вами Фотографиями Те которые мы Сегодня наснимали И то что мы Сегодня вот Едем домой Уже не по Основной Автотрассе А по такой Даже не Супертрассе А именно Такой простой Дороги Которая Бесплатная Но она Полна Своего Очарования Здесь Потому что Она идет Внутри гор Ну типа Как они говорят Коллины И маленькие Деревеньки Проезжаем И вот это Мне нравится То что сейчас Все аллеи Они распустились Ну и конечно Панорама Панорама Вот эти когда Видны и горы И деревья И цветы Все это Распущенное Все это Красивое И конечно Я с удовольствием Делюсь с вами Этими видами Как вы заметили Дома тоже По дороге Попадаются Всякие разные Есть и богатые И не очень Но все живут В Италии И наслаждаются Жизнью Что хотела сказать Что люди Совершенно Спокойные В Италии Как вы заметили Сегодня конечно Еще и день Располагает Еще и погода Располагает Еще располагает То что и рестораны И можно спокойно Посидеть Очень много Было Людей пожилого Возраста Которые пьют Кофе И болтают Болтают Спокойно сидят За столиками Тем более Что как я говорила Эти столики Уже на открытом Пространстве На открытом воздухе С удовольствием Можно подышать Этим Замечательным Воздухом Воздух Прям хочется Не только дышать Хочется его Ложками есть Потому что Очень вкусный И очень ароматный Ну здесь Вот некоторые Городки Которые мы Уже приезжаем Мы уже едем Домой И уже погода Как вы видите Немного поменялась И хорошо поменялась В общем Мы были Практически Сегодня Удачливые Потому что Нас Сопутствовала Такая хорошая погода Вы видели Как мы уже разделись И солнышко было Вот здесь Вот авто Сверху А мы внизу Уже по нормальной Дороге едем И конечно Наслаждаемся Этим пейзажем Горными Ну вот Показывают Так как могу Потому что Вот Где получается Где нет Но все равно Природа Шепчет Погода У нас Шептала раньше Ну даже В машине Просто кажется Что это сильный дождик А так На самом деле Не очень Ну вот Нормальный Мой Один Кустик Каштана И я нарвала Еще лютиков В общем Везу домой Такой маленький Полевой Так сказать Букет Очень мне понравилось Вот очень много Оливковых деревьев Как вы Наверное Заметили Ну и здесь Вот такая дискотека Фомозная Как они говорят Джилдер Где там девочки Раздеваются В общем Все здесь Есть Но дискотеки Еще пока сейчас Не работают Я думаю Что половину дискотек Сейчас уже просто Закрылись Разорились Потому что До сих пор Еще с прошлого Года Они не открыты Хоть бары Рестораны Еще как-то Выживают Они открываются Сейчас вот На открытом пространстве Дискотеки Полностью Закрыты Считается Что танцевать Это вредно И коронавирус Сразу тебя схватит Вот посмотрите Еще раз Вот какая Вот эта природа Здесь мы Уже подъезжаем Практически К Виарейджо И по этой дороге Мы как обычно Ездили Очень много Посетили Этих Сагр Которые Начинаются С июня месяца Сагра Это как Праздник урожая И вот тут Вот они В этих маленьких Деревеньках Постоянно Их устраивают А мы Свиньи